Гуманитарная помощь из Беларуси сегодня доставлена в Мозамбик. Несколько часов назад состоялась передача столь необходимого груза. Это консервы, школьные принадлежности, моющие средства, одежда, обувь и многое другое. Мапуту – последний город в гуманитарной миссии. Завтра транспортный Боинг вылетит назад в Минск. Все это время груз сопровождает наш корреспондент Владимир Королев. У него вся последняя информация. В День независимости Зимбабве белорусский порт покидает международный аэропорт Харары. Гуманитарная миссия в этой стране завершена. Это, конечно, счастливое стечение обстоятельств, потому что мы не думали подгадать поставку груза именно под День независимости. Так просто сложилось, что сегодня действительно Зимбабве празднуют 39 лет своей независимости. Наш президент направил поздравительное послание президенту Мангагве, что я сегодня и передал через Министерство иностранных дел Зимбабве, что также было с большой благодарностью воспринято. Следующая точка – Мозамбик. После 80 минут полета портовый город Мапуту встречает транспортный Боинг 30-ти градусной жарой. Последние 46 тонн гуманитарного груза переданы встречающей стране. Больше всех из стран Юго-Восточной Африки пострадал именно Мозамбик. Официальное число погибших превышает 600 человек. Среди тех, кого коснулась стихия – дети. Их более 37 тысяч. Именно поэтому часть гуманитарного груза предназначена для самых маленьких. Детское питание и школьные принадлежности, форма, тетради, канцелярские товары. В регионе, где буйствует холера, нужны моющие средства. Среди гуманитарной помощи также тушенка, одежда и много того, что сейчас необходимо пострадавшему региону. Мы благодарим белорусов и президента страны за эту оказанную помощь. Для нас очень важно было получить эти товары прямо сейчас. Достаточно сложно упредить вопросы, связанные с природными проявлениями. Безусловно, на мой взгляд, подготовка должна вестись постоянно. В первую очередь, и самый главный фактор – это прогнозирование возможных последствий и предупреждение населения об угрозе каких-то природных негативных проявлений. Идай стал крупнейшей природной катастрофой в Южном полушарии. Об этом свидетельствуют и масштабы разрушений. Ураганный ветер, скорость которого достигала 170 км в час, обрушился на Мозамбик, Зимбабве и Малави в конце марта. Буйство природы вызвало гуманитарную катастрофу, а в отдельных городах – вспышку холеры. Последствия стихии затронуло около трех миллионов человек. Завтра транспортный «Боинг» вылезет из Мапутту. Курс на Минск. Владимир Королев и Григорий Крештофович. Агентство теленовостей.